Всем привет! Сегодня испечем домашнее песочное печенье с орехами. Приготовление этого печенья очень простое и у вас точно все получится. Для него мы берем 200 грамм сливочного масла. Я его специально достала из холодильника и вот такое мягкое оно должно быть. Добавляем сюда 150 грамм сахара, пакетик ванильного сахара 8 грамм, пол чайной ложки соли и все это хорошенько перетираем. После этого добавляем сюда 2 яйца целых и перемешиваем. Далее орехи. Я взяла грецкие, у меня здесь 150 грамм, но вы можете брать абсолютно любые, которые у вас есть. Я их слегка посушила в микроволновке и вот так крупно порезала. Перемешиваем. Муку для печенья перед использованием желательно просеять, но если не получается, то и так сойдет. Добавляем ее в несколько заходов. Также чайную ложку разрыхлителя с горкой и замешиваем тесто. Вот посмотрите, примерно вот такое тесто у вас должно получиться. Видите, оно очень мягкое и абсолютно не липнет к рукам. Сильно мукой его забивать не нужно. У меня сегодня ушло 450 грамм. Теперь нам потребуется обычная пищевая пленка. Берем половину теста, делаем такую колбаску. Старайтесь так поплотнее. И заворачиваем пленку. Вот посмотрите, примерно вот так вот у вас должно получиться. Со второй частью теста поступаем точно так же. Обе заготовки выкладываем на разнос либо досочку и ставим в морозильную камеру на полтора часа. Время прошло. Я уже достала тесто из холодильника. Также я включила духовку на 180 градусов и оставила разогреваться. Теперь разворачиваем и нарезаем на кусочки толщиной примерно миллиметров 7-8. Если тесто у вас сильно заморозилось, стало такое сильно дубовое, тогда его нужно оставить минут на 10 просто на столе, а затем уже резать. Теперь берем противень от духовки. Он у меня устеленный тефлоновым ковриком. Вы же можете использовать обычную пергаментную бумагу. И выкладываем печенье. Все, ставим в духовку и выпекаем примерно минут 20. Ну, а там уже смотрите по своей духовке. Вот такое аппетитное печенье у меня получилось. Я сейчас нарежу вторую часть теста и тоже испеку. Вы же, если хотите, можете оставить его в морозильной камере, а когда нужно, то потом испечете. Такое домашнее печенье получается очень вкусное. Оно песочное. И вы с удовольствием попьете чай всей семьей. Попробуйте испечь. Ну и, конечно же, если понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!